Доброго времени суток, с вами Данил Добро и сегодня я вам расскажу про Linux Mint MATE 20, 20 версия. Чем мне данный Linux понравился? По сравнению с прошлым Linux Mint, который я тестил с рабочим окружением Kinomon, что приводится к корицам, насколько я так знаю. Во-первых, тут тоже работают такие клавиши, как удалить можно приложение, запустить, посмотреть свойства. В общем, довольно так много, как в Windows можно удалить, запустить. Тут есть такая панелька избранная, все приложения. Я скачал сюда игры, SuperTaxiCard, который тоже протестил, на максималке графики выставил и, на мой взгляд, как мне показалось, что идет он тут плавнее. А в чем дело там? Дело в том, что тут более новое ядро 5.4. Я также в терминале это можно увидеть. Тоже в терминале можно также все приближать. Ctrl, Shift, плюс. Приближаем. Видим ядро 5.4. Вот Ubuntu, как я понял. И 64-битная версия. Например, коды Live. Мой видеоредактор, которым я сейчас в основном пользуюсь, потребляет максимум 2.07 и в начале 1.10, 1.1 при запуске гигабайтов. Ну ладно, предположим, браузер, вот AMX потребляет при запуске 1.30 и до 2 гигов примерно. Тут же браузер потребляет 1.06 и видео 1.55, то есть видео на ютубе в хайдей качестве. Я проигрываю и замеряю. Использую программу дезамеров к топ. То есть заходим в консоль, Ctrl, Alt, T, напишем топ. Я обычно так его вызываю. И вот он у нас показывает, сколько он сейчас потребляет, даже при записи. Довольно мало. Всего лишь 1.60 гигабайт. При том, что у меня тут открыт еще центр управления программами, которая находится. Вот он, центр управления. Менеджер пакетов Sunaptic. Есть такой простой тут менеджер пакетов. Есть еще красивый, но он более медленный, как мне кажется. Тут можно вот так вот выделить. Нажимаем, например, этот файл установить. Отметить для установки. Либо сразу потом применить. Вот тут кнопочка применить будет загореться. Ее можно будет нажать и установить пакеты. Также тут есть более красивый менеджер программ. Своего рода маркетинг. Он позволяет уже скачивать в более красивом рабочем интерфейсе программы. Тут есть Flatpak пакеты. В общем, тут я скачал как раз OBS-ку, CodeNlive и другие программы. Тут можно тоже скачать. Их довольно много. Тут можно настроить комбинации клавиш. Настраиваются они, на мой взгляд, намного легче, чем в прошлом Linux Mint, который я тестил. Вот, например, домашняя папка. Это файловый менеджер. Чтобы его настроить, нужно просто добавить сюда Win-E комбинация. Просто Mode 4. Это так называется клавиша Win. Заблокировать игру. То же самое. Чтобы, например, создать запуск какого-то приложения. Например, текстовый редактор. Как у меня тут создан. Давайте сейчас мы зайдем. Вот можно отредактировать. Выбрать нужную команду. А чтобы создать, просто нажимаем кнопку добавить. Посмотреть приложение. Например, я хочу запустить ту же самую игру. Выбрать и применить. После чего назначаем комбинацию. Например, Win 2. Mode 2. У нас пишет. Закрываем. Пишем эту комбинацию Win 2. И у нас открывается это приложение. Если же первый способ не сработал по какой-то причине, заходим опять в редактирование. Находим в меню данное приложение. Нажимаем изменить свойства. И копируем вот эту команду. Ctrl-A, Ctrl-C. После чего мы ее сюда вставляем. Я ее уже вставил. И применить. Все. После этого нажимаем эту комбинацию. И данное приложение будет открываться. Вот оно открылось. Кей-го. Тут кей-го. Все. Таким образом все это настраивается. Довольно просто и полуавтоматически. Скажем так. В iMXLinux приходилось только через меню приложения получать команду. Чтобы настроить. Также тут можно эффекты сделать. Composite Settings Manager. По умолчанию вроде бы все эффекты отключены. Я посмотрел. Так же настройки клавиатуры. Так как возможно вы не поставите русский язык при установке. То все это делается через параметры. Вот. И тут есть переключение на другую раскладку. Alt-Shift. Я настроил. Тут еще есть файловый менеджер. Который у меня теперь открывается клавишей Win-E по умолчанию. Так же тут можно посмотреть отчет о системе. Менеджер драйверов есть. Но если честно я эта программа не пользовался. Тут все внизу прекрасно настраивается. Появляется микрофон когда подключаете микрофон. Или начинаете с ним работать. И можно его настроить. Так же я скачал сюда программу. Для скриншотов. Который мне больше нравится. Это Screen Guard. Она позволяет делать снимки экрана. И сжимать их. Сейчас сделаю небольшой снимочек. Так. Вот он небольшой снимочек. Чтобы сохранить его. Можно зайти в настройки. И выбрать сжатие. По умолчанию во многих скриншотерах сжатия нет. То есть в чипек формат. Чтобы настроить тему оформления. Вот внешний вид. Все настраивается очень просто. Я просто выбрал понравившийся мне интерфейс. Снимаю папочки. Win-E. Проводник открываем. Такой удобный проводник. Кстати тут есть еще интересная фишка. То что он еще можно настроить ему. До доп. панель. Вот. И теперь у нас как бы двухоконный файловый менеджер. Тут тоже на мой взгляд очень удобно. Когда вдруг нужно работать с умными папками. Одновременно и перетаскивать файлы. Либо сравнивать их. По моему он работает примерно. Потребляет по ресурсам столько же сколько и IMX Linux. И даже чуть поменьше чем Linux Mint Kinomon. LTE сокращенно там как то так. Который потребляет 920 мегабайт при загрузке. Когда этот потребляет всего лишь 770 запуск. На мой взгляд этот Linux лучше все подойдет. Для тех кто переходит с Windows с Windows 7. Надеюсь вам понравился данный обзор. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До встречи в следующих видео.